Это проект Смотри Хабаровск в студии Дмитрия Павленко. Что такое беспилотники и дроны сегодня объяснять никому не нужно. Как не нужно доказывать необходимость развития этого технологического направления. Речь не только про безопасность. Летающие беспилотники уже используют в кинопроизводстве, логистики, грузовой, пассажирской, сельском хозяйстве, строительстве, энергетике и много где еще. Для всего этого нужны квалифицированные кадры. И они есть. Более того, устраивают между собой соревнования, в которых, к слову, Хабаровский край выглядит очень достойно. Вот уже во второй раз выходят в финал федерального конкурса «Кибердром». О беспилотниках, молодых инженерах и их будущем поговорим мы сегодня. Я приветствую в нашей студии директора детского технопарка «Кванториум» Краевого центра образования Ольга Залозная и Дмитрий Клименко, педагог дополнительного образования детского технопарка «Кванториум». Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, вы, как я понимаю, вот мы сейчас будем говорить в том числе про сборную, ну не сборную, а команду Хабаровского края. Вы являетесь и тренером, и участником ее. Я в том году был участником. В этом году я уже тренер, да. Чтобы в следующем страшно представиться. Два года подряд участвовать, к сожалению, нельзя. А, это единственное, собственно, ограничение. Слушайте, да, участвовать. Где участвовать? Кибердром, несмотря на то, что Хабаровский край классно себя там проявляет, но, возможно, кто-то не знает. Расскажите в двух словах, что это. Кибердром – это конкурс российский, кадра для цифровой промышленности. Он проходит в несколько этапов. На первом этапе ребята сдают тестирование и полеты. После этого у них идет этап «Зарница», где нужно управлять с помощью ноутбука. Ну вот, как играете в видеоигры, то же самое. Направляете дронами, которые находятся в Москве или в Питере. Да, из Хабаровска. Да, из Хабаровска. Все происходит в Хабаровске, и вот на таком расстоянии управляем... Звучит, честно говоря, немножко страшно. Командой квадрокоптеров и команда-соперник там машинки, БВС. Потом мы меняемся. И вот нужно заработать наибольшее количество очков. Там подсвечиваются базы разными цветами, и мы захватываем эти базы. Так, но все это... Это... Когда говорят про беспилотники, что условно «Войны будущего» будут выглядеть... Вот примерно вот так они будут выглядеть. Дай бог, чтобы их не было, конечно. Мне еще фильм «Игро Эндера» вспоминается. Смотрели? Да, да. Один в один. И это только второй этап. Что же будет дальше? В третьем этапе нужно запрограммировать квадрокоптеры и БВС на автономный полет и проход трассы. То есть идет, скажем, площадка, где там здания, какие-то сооружения. И нам нужно проанализировать, допустим, очаги возгорания, либо найти что-то, доставить груз. И вот это все мы программируем. Но это получается... То есть в команде, насколько я понимаю, 8 человек. Три молодых специалиста, три студента и два школьника. Так, вы в каком качестве там? Я тренер. Уже тренер, а в прошлом году? В прошлом году студент. Студент. А ныне уже закончили или? Нет, еще. Еще студент. Студент тренер. Ну, еще буквально полгода. Все. То есть получается, что вот эти, как бы команда 8 человек, в ней есть и программируем. То есть не все у вас умеют управлять физически, я так понимаю, да? То есть у всех какие-то роли? Это было бы прекрасно, если бы каждый умел и управлять, и программировать. Но так не всегда получается. Кому-то легче дается как раз-таки программировать, кому-то летать. А если умеешь все, то ты тренер. Ну, и это тоже, но это вообще очень золотой. Слушайте, все классно, но при этом как будто бы, поправься, если не прав, финал выходит с каким-то конкретным проектом, будто бы. Да, мы создаем проект экономического плана, мы разрабатываем полностью экономическую составляющую. Что это за проект? Как он звучит? Наша команда разработала проект, который будет анализировать автономный беспилотник самолетного типа, который будет летать и мониторить. Паводки, землетрясения, какие-то, допустим, сходы грунта, обвалы, оползни, возгорания, пожары, какие-то... Слушайте, вполне себе прикладная функция такая. Ну, это все будет достигаться за счет того, что это будет все модульное. Нам нужно, допустим, проанализировать одно. Мы ставим один модуль, который будет отслеживать, допустим, возгорание. Нужно проанализировать какой-нибудь оползень. Мы уже ставим другой датчик, который также... Ждем паводок, ставим третий, летим, изучаем. Это все происходит... Это на базе Кванториума все, базирование вот этой команды? Участники команды, которая вышла в финал, это представители Верхнебургинского района, города Комсомольска-Наоморье и города Хабаровска. Естественно, есть... Тренировочные сборы? Да. Естественно, есть тренировочные сборы на базе детского технопарка Кванториума и краевого центра образования. А так они в дистанционном формате тренируются. Слушайте, Ольга, вы как директор Кванториума. Для вас вот показатель успеха ребят. Это в том числе... Ну, является ли это оценкой, ну, непосредственно самого Кванториума? Гордитесь ли вы? Или, ну, есть тут ребята ходят, ну, чего-то у нас занимаются, что-то еще выиграли. Конечно, это наша гордость. И вообще аэронаправление – это приоритетное направление в дополнительном образовании. Сейчас есть отдельные дорожные кланы, дорожные карты и планы развития БПЛА-движения. И то, что на базе Кванториума есть, во-первых, тренеры, которые работают и тренируют детей команды – это большая гордость. То есть мы хотим, чтобы Кванториум оставался и центром бы было движение в крае таким... Ну, я, мне кажется, не только беспилотники, потому что Аэроквантум – это один из шести Квантумов, да? И, собственно, Кибер – это мы попозже еще обсудим. Давайте немножко здесь еще раз. Я, кстати, еще смотрел на сайте, собственно, вот этого конкурса «Кадры для цифровой промышленности». Да, и там есть такая интерактивная карта, очень занимательная. Ты открываешь субъект, ты смотришь. Хабаровский край, первый, естественно, 617 участник ведом. Интересно, а сколько же у других, наверное, что-то похоже? Якутия – 3, Томск – 62, Москва – 108, Питер – 300. Все, ближе никого. А что такое с Хабаровским краем? Почему у вас так много участников, желающих, вообще, почему беспилотное движение у нас здесь вообще такое? Система образования, дополнительного образования, очень плотно работает на популяризацию. То есть это не ошибка на сайте? Это реально у нас... Мы надеемся, что в следующем году будет еще больше участников. Мы для этого будем реализовывать проект. Сейчас, чуть попозже о нем тоже поговорим. Почему такая большая цифра? Есть сначала отборочные этапы, когда могут дистанционно заходить любые желающие и по входящему тестированию проходить уже дальше. Задача дополнительного образования – раскрутить воронку интересующихся детей в аэронаправлении для того, чтобы они зашли туда и попробовали свои силы. Кто прошел, идет дальше. Естественно, это количество с каждым разным этапом уменьшается. А кто не прошел, у того есть желание и понимание, что он должен наверх стать, чтобы в следующем году пройти. Слушайте, это аналогию с футболом приведу. Почему у нас все ругают? Потому что фильтр на старте снизу очень маленький. У нас, в Хабберс-Нагом, больше, чем во всей остальной стране. Соответственно, и вероятность того, что у нас больше людей добьются каких-то успехов, но она тоже в эту вероятность выше. Это здорово звучит. Классно. Особенно в контексте того, что у нас в крае собирается бесплодное производство. То есть оно развивается сейчас. Слушайте, про прошлый год. Из 15 финалистов восьмое место. В этом какое? В этом году пока что мы… У нас по каждому этапу разные значения. Я понимаю, планы, планы. Дмитрий, вы должны сказать первое, и все, мы с ним проскочим. Конечно же, первое. В том году у нас вообще было две команды, которые боролись за выход в финал. А от региона одна команда может или нет? Вообще, ну, точно вам не подскажу, потому что там по баллам все идет. Баловая система. Но чисто теоретически, может, до сих пор, сколько края? Чисто теоретически могло пройти две команды. Ну, просто немножко не хватило. Ну, это было бы вообще классно. Да, в этом году из четырех команд осталась всего одна, которая набрала наивысший балл на питание. Ну, или тренер, как бы, извините, да? Да. Тренер помогал как можно. Слушайте, я еще, когда тоже вот на сайте просто заходим, друзья, всем советую, особенно родителям, зайдите просто на сайт и, господи, Кванториума, и зайдите на сайт этого конкурса. Там прям отдельно написано, зачем участвовать тебе, если ты школьник, студент, молодой специалист. И там прям, я просто специально, школьники, баллы на ЕГЭ, стажировки, какие привилегии при поступлении в военные вузы, студенты, трудоустройство, срочная служба в научных ротах, тоже там кураторство просит, молодые специалисты, трудоустройство, кураторство и так далее, и тому подобное. То есть это не просто конкурс, а конкретный. Он еще помогает развиваться. Как ощутили вы это на себе? Ну, я считаю, кто-то из команды, из, там, не знаю, из тех, кто, ну, возможно, не вышел в финал, но, тем не менее, там, сообщество какое-то есть, общаетесь. Может быть, как-то действительно вот эти все плюсы в какого-то одного хотя бы человека, но каким-то образом попали? Ну, прям со всеми командами из финала я не общаюсь, потому что команд было 15, и мы как-то особо не пересекались, потому что у нас был очень плотный график на самом финале. Мы одно задание выполняем, тут же идем на второе, на третье, и как бы особо времени поболтать с ребятами не было. А под вечерем мы в Келенджике были, все куда-то расходились, гуляли по красивому городу. Мы все наслаждались. Естественно, естественно. В этом году мы поедем в Москву. Город не такой красивый, гулять будем меньше. Город тоже достаточно красивый, и погулять там намного больше мест посетить можно. Я думаю, помогает, потому что даже корочка, которую получают участники, пройдя первый этап, нужно набрать определенное количество баллов и пролететь в летное задание. И те, кто справляются с этим блоком, с первым, во-первых, они проходят во второй этап, и потом получают сертификаты об повышении квалификации. Ну да, повышение квалификации, то есть это уже, но это для молодого специалиста, и в школе тоже получает такое? Нет, и школьник тоже получает. Так, окей. Слушайте, ну у вас, как у тренера, не могу не спросить, а непосредственно подготовка финалистов, вот как подготовить финалиста, как эти все этапы? Почему, давайте так, почему Хабаровский край второй раз выходит в финал, Хабаровский край второй раз, второй год подряд выходит в финал конкурса? Чего такого у нас здесь на уровне вот именно системной какой-то подготовки происходит? В том году все ребята, кто участвовал, занимались как-то аэронаправлением. Я вот в Комсомольске занимался, в Кванториуме также, и ходил на аэронаправление около шести лет примерно. Артем Михайлович у нас тоже занимался и учился в техникуме техносферной безопасности по данному направлению, и поэтому мы знали, как управлять, как программировать. Ну то есть достаточно уже подготовленные на старте были? Да, мы были подготовленные. Мы туда съездили, посмотрели, что может быть, как это все происходит, и в этом году мы уже знали, как найти подход к участникам, как объяснить, как все происходит. Ну то есть просто планомерная работа, хорошая база, плюс какой-то опыт уже соревнований. Плюс, я так понимаю, соревнования, это не только мы говорим про кибердром, да, есть другие какие-то площадки? Да, вот буквально летом мы ездили в Новосибирск на архипелаг. Это очень масштабное мероприятие, на котором каждый найдет что-то свое, где-то программировать, где-то полеты, ну, по интересам. И таких направлений очень много, разнообразных. Дрон-футбол, дрон-баскетбол, бильярд. То есть, ну, это такие, так же гонки, там, попади в мишень. То есть ты в ФПВ очках управляешь квадрокоптером, облетаешь специальную трассу, и тебе еще нужно, вот как в Дарце, попасть в мишень. Достаточно интересный такой конкурс был. Так, выиграли? Да, команда Хабаровского края достойно выступила. Дмитрий стесняется, расскажите. Ну, мы лучшие просто. Ну, там вообще не было ни у кого шансов. Был также конкурс на поиск мишени. То есть мы летали в ФПВ очках, большое поле, и нужно было найти одеяло, которое лежит на земле. Достаточно сложное здание, потому что одеяло сливалось. И мы вот с Артемом Михайловичем, вот, до нас, там, человека 3-4 просто летали, время выходило. Артем Михайловичу сказали? Да. Кто это? Мы второй раз просто говорили. Давайте привет им передали. Кто это? Это второй педагог аэронаправления, вот, Киркалов Артем Михайлович. Вот, все. Привет, Артем Михайлович. Спасибо за подготовку профессионалов. Самая сложная мишень, вот, он как раз-таки ее нашел. Никто ее не мог найти, и вот он единственный нашел. Сколько специализированных предложений о работе поступило после этого, Артем Михайлович? Мы надеемся, что он останется с нами. Ну, действительно, а есть, кстати, вот эта борьба за кадры? Я просто уверен, что вот Дмитрий сейчас в Кванториуме, но вот с навыками конкретно вот этими, мне кажется, там есть не то чтобы очередь, но как бы желающие есть заполучить такого специалиста. Мы, как работодатели... Просто привязываем его к батареи. Мы очень стараемся заинтересовывать. И у нас работают не только преподаватели, которые хотят заработать деньги, а по факту педагогика – это их хобби, призвание, интерес. И с каждым годом у нас по аэронаправлению педагогов все больше и больше. Сейчас, на данный момент, обучается в аэронаправлении около 250 ребят, и это 5 педагогов дополнительного образования. Из них есть специалист военный летчик на пенсии военной, есть Артем Михайлович – это выпускник техникума техносферной безопасности по специальности пилот. Да, там прям есть один направление. Да, он первый выпуск этого потока. Дмитрий и еще два новых преподавателя. Ага. Ну, это, получается, их стало по сравнению с прошлыми годами как-то больше становится? То есть популярность растет. Да. И аэроквантума... Хорошо. Если про другие поговорить, шесть квантумов. Давайте просто еще. Хай-тек, био-нано, авто и энерджи еще. То есть химия, по сути, лазерные технологии, экология, экосреда, робототехника. Альтернативные источники, эноисточники, звучит реально, это что-то из будущего. Вот это подготовка туда. Кадры не то же для цифровой промокадры, для будущего в целом, потому что... Кванториум вообще уникальная площадка, совместно, так как мы структурное подразделение краевого центра образования, а краевой центр образования это инновационная площадка... Ну, это флагман откровенный, конечно. И мы поддерживаем, и все федеральные проекты, которые заходят в краевого центра образования, Кванториум, естественно, тоже поддерживает и продолжает. А вообще Кванториум это современный технопарк, который направлен на популяризацию инженерного творчества. Он, на самом деле, знаете как, он детский технопарк. Вот это, я не устану это повторять. Я искренне завидую современным детям. Да. У меня такого не было. У меня была теплотрасса по выходным. Все, максимум, и я мог расслекаться. Новый педагог Каева, он говорит, жалко, в мое время такого не было. Я уверен, многие, взрослые, более-менее, поколения смотрят, у нас этого всего не было. Понятно, что и технологии шагнули, вместе с ними и запрос какой-то, но даже там, ну, был у меня какой-то в школе там кружок судомоделировать, ну, вообще не увлек. У вас я несколько раз просто был, ты ходишь по кабинетам, ты хочешь просто все бросить, уволиться и остаться вот здесь, потому что, ну, не то чтобы даже детство какое-то, но просто интересно. Это взрослому человеку интересно. Я уверен, что у вас, когда дети приходят, там еще отцов отгонять потом надо. Да, у нас, когда приходят родительские собрания, мы объясняем, что у нас в конце учебного года каждая группа будет делать какой-то проект по итогу образовательной программы. И все, особенно родители, мужчины, говорят, а можно мы будем помогать нашим детям? Та домашка, которую хочется делать ребенком. Ну, конечно, давайте делать все вместе. Слушайте, хорошо, ладно, давайте, но все-таки не успеем про все остальное. Про Аэроквантум, Кибердром. Вы сказали, что мы говорили тогда про то, что в Хабаровском крае на старте 617 заявок больше, чем по всей стране, ну, в остальных субъектах. Двуфор. Да, но должно стать еще больше, потому что... В этом году Краевой Центр образования выиграл грант от Российского движения детей и молодежи на 9 миллионов 229 тысяч рублей на популяризацию аэронаправления во всех муниципальных образованиях Хабаровского края. А физически это означает, что будет происходить? Фактически мы хотим охватить аэронаправление более 7,5 тысяч детей. Каким образом? По всему краю. По всему краю. Из всех муниципальных образований, даже Тукуро-Чумиканские и Аяномайские районы. Команда специалистов «Десант» поедут по всем муниципальным образованиям с целью проведения образовательных сессий по аэронаправлению и формированием опорных центров по обучению детей по БПЛА. Что такое опорный центр? В каждом районе будет сформировано на базе образовательной организации опорный центр, руководителем которого станет специалист, которого мы обучим по программе профессионального обучения оператор беспилотных летательных аппаратов. Мы его обучим, и он будет обучать детей этому направлению. Естественно, Кванториум методически будет поддерживать как специалиста, так и детей, которые он будет вести. А итогом вот этой большой работы станет международный фестиваль и международные соревнования в городе Хабаровске. Когда? Они пройдут 23, 24 и 25 ноября 2023 года. Вот сейчас уже? Совсем скоро. А, так это, я-то думал, у вас там впереди какой уж год, будем готовить. Очень плотно работа уже идет, педагоги уже обучаются. Дмитрий, вот сейчас просто раз и все, и на поезд и уехал, или на самолет и погнал. Сейчас сначала на Кемердром, а дальше потом. А потом так же, ну, собственно, вот вы будете ездить и... Да. Очень плотно все педагоги вместе с методистами детского технопарка и краевого центра берут, собираются в команду и едут. И едут. У нас 23-25 ноября будет международный фестиваль. Международный за счет? Представители команд из Китайской Народной Республики. На этом фестивале и на соревнованиях будут представители всех опорных центров, которые мы создали. Там будет несколько треков на этом фестивале. Трек для детей соревновательный, трек для педагогов-наставников, которых мы обучаем, которые будут сдавать экзамены. И трек для руководителей и представителей методических объединений. Потому что, естественно, для того, чтобы образовательная деятельность в организациях осуществлялась, руководители и методисты должны понимать, какой дорожной картой мы придерживаемся. Чтобы единая просто система была и понятно, как человеку... Мы дали ему этот инструмент, он нас сейчас спрашивает, мы знаем, что отвечать, потому что... В рамках этого проекта, когда мы будем создавать опорные центры, почему мы сказали, что воронка будет заинтересованных детей еще больше. Дальше. Наши тренеры будут в каждый опорный центр передавать набор квадрокоптеров отечественного производства. Яскан Пионер. Как раз именно те, с которыми надо участвовать на Кибердроме. И следующие заявки на Кибердром мы можем отправлять в декабре. То есть в ноябре у нас окончится наше большое мероприятие, наш фестиваль. В декабре откроются заявки и, собственно, в январе все, кто из других регионов захочется, посмотрят. Хабаровск заявил 100 тысяч человек. Куда нам вообще лезть? Мы надеемся. Наверное, как-то так будет. Слушайте, хорошо, давайте мы предлагаем на этом остановиться, потому что да, у нас еще впереди ноябрьское мероприятие, которое мы тоже, я думаю, о котором поговорим. Обязательно. На месте мы обязательно посмотрим, как это будет выглядеть, будем следить. Потому что да, это перспективно с точки зрения, с точки зрения всего, и мира, и прочее, прочее. Но и здесь в Хабаровске, потому что сейчас мы говорим о конкурсе, но мы понимаем, что в голове мы держим. И развитие производства было в регионе, а это нужны и кадры, это уже следующий пласт, это уже экономика и все остальное. Не детское, но начинающееся в детстве однозначно. Спасибо вам большое, хочется пожелать вам однозначной победы на предстоящих соревнованиях. Ну и да, и больше заинтересованности от ребят, которые, ну я уверен, Дмитрий, конечно, вдохновит своим примером. Все это случится, да, и Хабаровский край, потому что сколько, 15 команд, откуда все из Хабаровского края. Все это. Ну, Жеш, спасибо большое. Друзья, были сегодня в гостях у нас Ольга Залозная, директор детского технопарка «Кванториум», Дмитрий Клименко, педагог дополнительного образования технопарка «Кванториум». Говорили мы про развитие беспилотников, про соревнования, про победы Хабаровского края. Еще раз благодарю вас. Друзья, это был проект «Смотри Хабаровск». Меня зовут Дмитрий Павленко, я с вами прощаюсь. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...